Всем привет! Это рубрика «Гуляев по Перми». Сегодня мы вновь пройдемся по Комсомольскому проспекту. Вопросы подготовили. Поехали! Что такое Ц2Х5УАЖ? Ц2Х5УАЖ. Это кислота сильная. Такое лучше не употреблять, что называется. Не помню, честно говоря. Да, уже 15 лет прошло. Ц2Х5УАЖ. Ну, это химическая формула. Ну, я понял. А что-то? Хорошо, а допить можно? Нет, наверное. Ну, потому что опасная штука, да? Да, думаю. Все, что с химией связано. Достаточно опасно, да? Слишком длинная формула. И не знаю. А это формула химии? Я понимаю. А это вещество вообще, если так много там букв и цифр, опасно? Кислота какая-нибудь. Кислота? Да. То есть такое лучше не пить? Такое лучше, ну, наверное, если это кислота. Думаю, это какая-то кислота. Опасная. Самая сильная, которая? Царская водка, да? Ну, возможно. Не знаю. Не помню, не знаю. Давайте так. Это пить можно? Да. Если развести. Спирт? Спирт? Спирт. Спирт. Спить можно? Нет. Хотя нужно в воду, наверное, добавить. Спирт. Петиловый. 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 Какую фамилию носил Петр Первый? Рюриковичи. Ну, там были две такие у нас известные династии, и он к одной династии принадлежал. Эээ, блин. Одни Рюриковичи, вторые? Да, а вторые? Романовичи. Не совсем Романовичи, но... Рюриковичи? Нет. Нет, Романовичи правильно, только окончание неправильное. У нас были Рюриковичи и... Романовичи. Нет, Романовичи. А, какое имя? Ну, ничего, Петра Африлев. У нас две известные были среди царей и правителей династии. Одни были Рюриковичи, а другие... И Романовы. Нарышкин. Так. Потому что у нас всего две династии известных, да, Нарышкины и... Ну, Романовы. Ну, у него мать была есть Нарышкины, а по отцу там Романовы были. Значит, все-таки Романовы. Ну, возможно, что и Романовы. Если по матери Нарышкины. По отцовской жиле не фамилия продолжается? Ну, да. Соответственно, Романов вот так. Так, у Петра Первого... У нас две великие династии были, знаете. Да, Романовы и Рюриковичи. А, Петр Первый какой династии? Романов. Совесть имею Романов. Романов. Какое событие произошло на Руси в девятьсот восемьдесят восьмом? К этому был причастен Владимир, который красил солнышко. Угу. Не вспомню. Пятнадцать лет назад у меня вообще... Пятнадцать лет назад... Девятьсот восемьдесят восьмой это давнее. Я не имею в виду. Учился когда. Перестройка. Ну, такое, которое перевернуло... Перестройка. Просто в девятьсот восемьдесят восьмом. Не в тысяча. А, девятьсот в восемьдесят восьмом. Крещение Руси. В девятьсот восемьдесят восьмом. Приняли закон о частной предпринимательской деятельности. В девятьсот восемьдесят восьмом. Не в тысяча. А, в девятьсот, вот в восемьдесят... А, ну, крещение Руси. Крещение Руси. Крещение, крещение. Крещение Руси. Крещение Руси. Какое прозвище получил князь Александр Ярославович, победивший шведских и немецких рыцарей? Донской. За что? Почему? Там было на реке, потому что они за тяжелых доспехах... На Дону. На Дону, да. И там провалились они в реку. На Дону очень суровые морозы. Там суровые морозы, но там они вроде как из-за тяжелых доспехов провалились в реку. Великий. Великий. А еще? Победоносец. Победоносец. Ну и где это место было, и он там... Ну не совсем там, где было, но... Больше ничего не могу сказать. Мудрый. Мудрый почему? Мудрый солнышко что-то такое было, я не помню. Почему мудрый он получил? Я не могу ответить, не помню. Ну, наверное, что-то сделал, придумал, чтобы победить. Наверное. Александр и его прозвали как? На М. На Н. Н. На... На... Нет, не вспомню. Невский. Невский. Почему именно так он на реке Нев? А потому что была убийца? Невский. Почему? Почему именно Невский? Ну, потому что на Неве было сражение, насколько мне помнится. Невский. Александр Невский. Воркалось, хливкие шарьки пырялись по нове, и хрюкатали зюлюки, как мемзики в мове. Что это? Это отрывок из произведения Мумитроли, не знаю точно. Мумитроли? Может быть, я точно не знаю. Кто такие Мумитроли? Это существа такие небольшие, не помню. Беленькие такие, да? Да. А, мультик, да? Да, мультик был. Это была еще изначально книга, произведение, то есть. И хрюкатали зюлюки, как мемзики в мове. Это не Мумитроли? Тогда я не знаю. Хорошо. Ключевое слово, подсказка – бармаглот. Второе слово подскажу. Алиса. Что, в стране чудесно? Не в стране чудесно, к сожалению. Нет, вообще не скажу. Это современная великая поэзия. Рэп. Другими словами. Бармаглот. Прямо бармаглот. Страшный и ужасный бармаглот. У нас это исторический факультет, не филологический. Про катакку. Не совсем. Подскажу, это связано с битвой, с неким бармаглотом. Кто такой бармаглот? Бармаглот – это, по-моему, был… Поминай. Ну, я, да, Луис Карлов. Ну, бармаглот, бармаглот – это, по-моему, вообще пес. Давайте подскажу, есть там одно ключевое слово – бармаглот. Тоже ничего не говорит? Нет. Алиса. А, ну что? А, из «Алис в стране чудес»? Не в стране чудес. Зазеркалье. Зазеркалье. На этом наша рубрика подошла к концу. Читайте книги. Любите свой город. Увидимся на улицах Перми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»